Итак, всем доброго-доброго времени суток. Вас приветствует команда Веда Пульс. Ну, я думаю, те, кто уже совсем опаздывают, потом нас догоняют. У нас с вами сегодня занятие по теме «Основа Аюрведы из древних источников». И наш несменный эксперт Владимир Дружинин, вы многие его знаете, он у нас большой-большой специалист и умничка в Аюрведе. В общем, я думаю, он даже не нуждается в громких моих многочисленных словах. Пожалуйста, приветствуйте, и я надеюсь, вам сегодняшнее занятие понравится как-то лучше. Хорошего вам часа. Выключил его. Добрый день. Или доброе время суток. Надеюсь, меня хорошо слышит. Сегодня мы продолжим с вами ознакомиться с Аюрведой. И тема такая основополагающая, на самом деле, это тема «Источники Аюрведы». Иногда используют термин «Первоисточники». Но он не совсем может быть правильный, потому что источник, он всегда первый. Не бывает в вторых источниках. То есть мы сегодня поговорим о текстах, основных текстах аюрведической традиции, которые составляют неизменный базис вообще аюрведы. И надеюсь, это будет вам полезно. Вот, может быть, с практической точки зрения, имею в виду лечебную или диагностическую, это не играет такой большой роли, но именно как понимание фундаментальных основ аюрведической традиции, аюрведического врачевания, ее мудрости, это очень важная тема. И начнем мы с того, что обсудим, каким образом древние мудрецы на территории современной Индии и в целом в аюрведе пытались познавать мир, чтобы получить наиболее правильную информацию о нем. И известный философ Хосе Артега Игосет, может быть, кто-то его знает, у него есть замечательная работа, которая называется «Миссия университета». И в ней он говорит, что несмотря на то, что человек млекопитающий, на самом деле человек питается истиной, а не молоком. Поэтому, естественно, что многие люди, практически все хотят познать некую истину. «Истина» на санскрите называется разными словами, но одно из них — это прама, то есть та истина, которую мы хотим познать. И для того, чтобы это сделать, нам предлагаются несколько инструментов. Мы эту тему несколько затрагивали в прошлой лекции, но очень коротенько, поэтому сейчас немножко поподробнее. То есть первым способом познавать мир, в том числе и то, что касается врачевания, это называется восприятие своими чувствами, то, что называется на санскрите «пратьякша», то, что вы видите сейчас на слайде. «Пратьякша» означает «перед глазами» или «напротив». Это способ познания, когда мы определяем что-то с помощью зрения, обоняния, осязания, вкуса, и таким образом получаем какую-то информацию, которая вполне может быть истинной. Есть, правда, некоторые ограничения у этого метода. Мы знаем с вами, что, к сожалению, наши чувства не всегда совершенны, и некоторые вещи им недоступны. Но, тем не менее, большинство тех, кто учился в медицинских университетах, знают, что «пратьякша» в диагностике занимает очень большое место. То есть осмотр пациента, его аускультация, выслушивание, перкуссия и так далее, и так далее, и так далее. То есть все эти способы, многие из которых были описаны еще у сушруты, они применяются и достаточно много и с большой пользой. Другой способ познания называется «анумана», или что означает получение некоего знания с помощью логического вывода. То есть получается какая-то информация с помощью органов чувств, и потом она анализируется. Вот тот же самый метод диагностики. Например, при, скажем, каком-то методе исследования, объективном, как мы их называем, допустим, при аускультации, выслушивании чего-либо сердца, мы получаем некую информацию звуковую, а потом можем сделать некий вывод. Например, если мы слышим шумы в определенном месте, определенных качеств, то можем сделать вывод, что у вас вероятно здесь, допустим, такое заболевание сердца, порог сердца или что-то еще. То есть мы этого не видим непосредственно, мы делаем вывод некий, используя какие-то посылки для этого. И вот метод осмысления действительности, он широко используется и в обыденной жизни, и в науке. То есть получаются какие-то первичные данные, потом они обрабатываются, и делается какая-то гипотеза, и она затем обсуждается в дискуссии. Следующий метод, который также используется в аюрведе, но менее часто это сравнение. Например, иногда можно встретить описание каких-то лекарственных растений, средств, например, описание, если возьмете описание классического лука или чеснока в аюрведических текстах, то можно видеть, что описывается, например, чеснок, и потом следом, в следующем стихе говорится, что свойства лука подобны чесноку за исключением, и дальше описывается какая-то информация. То есть лук сравнивается с чесноком, и метод сравнения, он также работает в аюрведе. Также сравниваются свойства лекарственных растений, которые принадлежат какой-то одной группе или гане, то есть есть такие ряды растений, которые обладают примерно сходными свойствами. Вот. И тоже способ получать новую информацию. Да, мы не видим что-то, но можем зато получить информацию, мы можем сделать сравнение с подобным ей. И четвертый метод, который сегодня займет самое большое место в нашем обсуждении, это так называемая аагама или шастра. Агама или шастра – это священный текст, который передается в традиции. Вот. Радиция называется парам-пара. То есть это означает передача информации от одного к другому, или знания. Вот. И этот метод, он является для изучения аюрведы очень важным, потому что некоторые вещи, они являются непостижимыми с точки зрения ума, либо чувств, и мы получаем информацию об этих вещах исключительно из текстов. И как бы эту информацию принимаем к сведению, к осмыслению, и дальше уже на основании этого мы получаем какой-то личный опыт. Вот. И видим это сушрут самхита, самое-самое начало сушрут самхиты, в первых стихах буквально, когда говорится о происхождении аюрведы. Вот. И внизу ссылка на странице, это из Нияи Сутры, основной текст по логике индийской. Там также говорится о этих четырех методах. За исключением того, что шастра или агама, она заднена словом шабда или слово. Таким образом, священное писание тоже представляет собой некое слово авторитета. Следуем дальше. И из этих методов, которые были указаны ранее, в комментарии говорится, что самым лучшим методом познания из всех представленных является именно священный текст или аюрведические трактаты, потому что они дают некое непосредственное наблюдение плодов. То есть то, что описано в текстах, мы можем это видеть. Например, если мы возьмем такое растение, как витание сомнифера или ашвагандха, известное всем, то мы можем сами, в принципе, изучать с помощью протягши, то есть изучать свойства этого растения, с помощью логических выводов, делать какие-то опыты, изучать химический состав растения, корневища ашваганхи, наблюдать за тем, как действует на тело человека. Но в реальности это просто будет тратой времени, потому что если мы просто обратим внимание на текст, то мы увидим, что ашвагандха, например, она вызывает, улучшает сон, дает успокоение, она увеличивает массу тела, способствует течению массы тела, анаболическим эффектом обладает. И таким образом ученые также потом показывают, что действительно ашвагандха обладает анаболическим эффектом за счет того, что она стимулирует определенные гормональные процессы в организме. То есть шастра при ее изучении может давать непосредственное видение, дает нам особые глаза, чтобы видеть какую-то реальность. И используя текст, можем видеть, что он работает на практике практически всегда, если мы изучили их соответствующим образом. Поэтому из этих методов, самым лучшим, по мнению Сушрут Санхиты, аюрведической традицией в целом, является именно священный текст Агама или шастра. И в Аштангах Ридаян, в самом конце, уже в последней главе, последней книге, в Абхатамуне, автор этого текста, он говорит о том, что Аюрведа, которая представлена в текстах священных, она вследствие совершенства текстов, вследствие непосредственного наблюдения плодов, она может использоваться подобно мантре, то есть без каких-либо лишних рассуждений. То есть известно, что некоторые мантры, они работают каким-то особым образом, и мантра это вообще символ, в индийской и индической культуре, символ чего-то непостижимого, так же, как драгоценные камни, допустим, вот, или скажем, как Wi-Fi, для меня это тоже непостижимо, вот, то, соответственно, мантра, она каким-то образом работает, и мы не знаем, каким. Также Аюрведу тексты можно воспринимать без каких-либо лишних рассуждений, естественно, они нуждаются в осмыслении, в их применении и так далее, но тем не менее. Вот, и говорится, что на самом деле чистота текстов, она существует потому, что великие мудрецы, обладающие очень чистым знанием, передали это следующим поколениям. И еще один интересный текст, который не относится к аюрведической традиции, вот, но тем не менее он достаточно известен, это хитопадеша, это благотворное наставление, книга, которая рассказывает какие-то интересные истории, представлена в основном для детей, для их обучения, там есть очень важные вещи, рассказаны. Здесь говорится, что изучение текстов любых, касательно и медицины, и там, допустим, астрологии ведической, и философии и так далее, они подобны глазам каждого, и они позволяют увидеть даже те вещи, которые находятся за пределами нашего восприятия. Особенно это касается тем, связанных с духовностью и так далее. То есть то, что мы не можем видеть своими глазами, но тем не менее мы можем увидеть или услышать с помощью священного текста. И говорится, что священный текст, он разрушает все сомнения. То есть если он правильно изучен, правильно осмыслен, то он помогает решать практически все проблемы и любые сомнения разрешать. И в последней строчке говорится, что тот, у кого нет знания текстов, является на самом деле слепцом. Говорится, на асте андва эвасах. То есть он... Поговорим о самих текстах. С каждым разом, когда вы будете видеть мое лицо, я с каждым разом буду все грустнее и грустнее. Если так будет продолжаться. Вот. Итак, говорим о самих текстах, о юридической традиции после такого вступления. Сегодня мы говорим о большой тройке трактатов, большой тройке текстов. На санскрите это называется Брхат Траи. Это прежде всего Чарака Самхита, Сушрута Самхита, Аштанга Хридаян или Аштанга Самграха. Что это, собственно говоря, за тексты? Сейчас мы вкратце... Я надеюсь, что они вам уже немножко знакомы. Но сейчас я расскажу поподробнее о том, что это за тексты, как они создавались и какой материал они в себе содержат. Да, помимо большой тройки существует еще малая тройка трактатов, более поздних, созданных уже в средние века. Вот. Это труд Шарнгадхары, врача, который называется Шарнгадхара Самхита. Это труд Мадавакары, Мадава Ниданам и Баба Пракаша, принадлежащая Перу Баба Миши. О них мы на сегодня говорить не будем, может быть, как-нибудь в другой раз. Вот. По сути дела, эти шесть трудов составляют основу Айурведы. Изучив их, можно получить достаточно глубокое представление о Айурведе. И мы начнем с Чаррка Самхита, текста, который, пожалуй, на сегодняшний день признан наиболее древним, который сохранился практически полностью. Вот. Вообще, начнем с названия, собственно говоря. То есть, Чаррка Самхита, все названия трудов, они связаны с именем практически, кроме Штанга Хридаян, Штанга Самграхи, связаны с именем их автора. Да, то есть, Чаррка, хотя какую-то личность непосредственно сложно назвать, кто бы был этим Чарркой, потому что корень Чар в целом означает облуждать, странствовать, двигаться, перемещаться. Вот. И от корня Чар происходит слово Чара. Чара означает шпион. То есть, это какое-то доверенное царю лицо, которое путешествует по чужим землям, согласно предсанскритскому определению, и доставляет информацию, благоприятно, неблагоприятно, о том, что происходит в государстве. Это называется Чара. И прибавляем к этому слову еще один суффикс К, и получаем слово Чаррка. Поэтому ученые до сих пор спорят, был ли Чара каким-то конкретным врачом, либо Чаррка это просто некая группа людей, группа мудрецов, как некое нарицательное имя, что вполне допустимо с точки зрения грамматики. Некоторые говорят, что Чаррки были такие мудрецы, которые странствовали из одного места в другое, ведя образ таких проповедников, учителей, в том числе и медицинских знаний. Вот, а слово Санхита, которое нам сегодня неоднократно встретится, означает сложенный вместе, от корня дга, означающего складывать. То есть, что-то сложное вместе, поэтому обычно переводят как собрание Чаррки или компендиум Чаррки, трактат Чаррки, достаточно объемные произведения. Ну, вот видите, слева титульный лист одного из заданий Чарка Самхита, достаточно популярного, доступного в настоящее время. Чарка Самхита создавалась в несколько слоев имеет. То есть, изначально, согласно самой Чаррка Самхите, там долгая история нисхождения аюрведы, но суть ее сводится примерно к тому, что мудрец Атрея Муни, который обучался мудреца Барадваджи, передал это знание своим шести ученикам. Шарапани, Харити, Огневеши и другим. И Огневеша был самым из них, он первым составил труд на основе лекции, так скажем, своего учителя. Его труд Огневеш был признан наилучшим. И этот труд назывался Огневеша Тантра. То есть, книга Огневеши. И затем это Огневеша Тантра, которая предположительно, по имеющимся на нём ссылкам, была относительно небольшого размера, где в достаточно сжатой форме была изложена аюрведическое врачевание, система его врачевания. И позже Чарака, какой-то конкретный, или группа, школа Чараков, она была, они как бы расширили изначальную небольшую Огневеша Тантру, добавили в неё какие-то вещи, вот, и переименовали её. И с тех пор она стала называться Чарака Самхита. Так как она была распространена на какой-то конкретной территории Индии, то она была не очень известна, и какие-то части её были утеряны вследствие каких-то явлений социальных либо каких-то других. И мудрец Дритхабала уже в наш век, он добавил недостающие части, отредактировал Чарака Самхиту. И таким образом мы имеем текст сегодня, который так и называется, что Чарака Самхита составленная мудрецом Огневешей, отредактированная Чаракой и Дритхабалой. Так вот называются современные издания. То есть Дритхабала жил уже в наше время, где-то веке, наверное, в пятом. И он занимал в основном последние два тома Чарака Самхиты и часть шестого тома из восьми. Вот там видна рука Дритхабала. Остальные части, самые первые, они являются достаточно древними. То есть более древними, чем датировки, конечно, очень сложно установить, большая проблема, потому что знание вечное. Чарака говорит, что Юрведа вообще никогда не создавалась, она не имеет начала. Поэтому, соответственно, на манускриптах не принято было писать, когда она была создана. И приходится судить обо всем этом по косвенным свидетельствам. И есть внешние и внутренние свидетельства, здесь они представлены. Это работа ученого, который звали Преаврад Шарма, известный юридический врач, ученый нашего времени, относительно XX века. Вот он сам переводчик, в том числе, Чарака, Самхиты. И вот по некоторым внешним свидетельствам пытаются установить датировку. Например, Аштам Гахридаян в Абхатамуне широко цитирует Чарак, упоминает его работу и цитирует стихи напрямую из этого текста. Вот дальше некоторые тексты, описывающие религиозные правила предписания индусов, так скажем, например, текст, который называется Ягья Валкия Смрити. Он содержит сведения многие касательно развития плода, то есть эмбриологии, строения кожи и так далее, и так далее, и так далее, которые абсолютно неотличны от того, что изложено в Чараке Самхите. И отсюда Преварошарм делает вывод, что Ягья Валка Смрити цитирует непосредственно Чараку. Затем еще один источник, который называется Наванитака, это источник, который был найден лейтенантом Бауэром или Бовэром в одной из буддийских ступ и датируется началом нашей эры, вот это второй век нашей эры, и уже в Наванитаке содержится, она написана частично санскритом, частично на Брахме, там описаны уже некоторые рецепты, источником которых является Чарка Самхита. Поэтому уже ко второму веку считается, что Чарка Самхита была известна. Буддийский текст Мелинда Паньха, описывающий диалог между буддийским мудрецом и царем Мелиндой, также описывает множество вещей, которые я не стал здесь излагать касательно философии буддизма, которая также имеет место Чарка Самхити, пусть в меньшей степени. И на основании всех этих изысканий, некоторых других, и оснований внутренних свидетельств самого текста, например, философский материал, который мы видим в Чарке Самхите, с изложением философии Вайшейшика, философии Самхи, она несколько отличается от классических, считается, что Чарка Самхита была как бы их предисточником. Поэтому считается, что философский материал, который находится в Чарке Самхите, свидетельствует о том, что она была написана до 2 века нашей эры. В Чарке Самхите есть ссылки на пуранические тексты, на некие религиозные обряды, которые описаны в Пуранах. Это означает, что, скорее всего, автор Чарка Самхиты, он жил как раз в это время, когда и Пураны были уже созданы к тому времени. И также это позволяет свидетельствовать определенной временной характеристики. И также указание на некие политические изменения, политический строй, политическое состояние общества. В основном указывается на то, что в это время был монархический строй. То есть, например, есть такое указание, что псевдоврачевание или шарлатанство, которому уделяется большое количество времени, большое количество местов в Чарке Самхите, оно происходит только потому, что царь какой-то определенной территории не внимателен по отношению к милицине, к врачеванию, которое происходит на его территориях. И несколько упоминаний о царях в последствии о том, что в это время был монархический строй, что тоже дает определенные наводки касательно датировки. Ну и суммарно по преаврадшарме есть и другие мнения, и достаточно много. Говорится, что где-то дата именно жизни самого Чарки, Нидритхабала, вот именно Чарки, основная часть, это где-то 3-2 век до нашей эры. Вот как раз на стыке проявления царских династий Маурьев и Шунгов. Что же представляет из себя Чарка Самхита? Это достаточно объемный труд, может быть, у кого-то он есть в переводах. Это 8 книг, ну книга несколько условная, перевод слова стхана, стхана это просто местоположение. Вот, 8 книг, которые суммарно составляют 120 глав. Вот на слайде как раз представлены их названия и их содержание. Начинается все с сутра стханы, сутра означает изначально нить, вот, а само определение сутры гласит то, что это безукоризненно составленное краткое изречение, которое отражает суть какого-либо явления. И сутра стхана обычно содержит вкратце содержание всей книги. Чарка Самхите в сутра стхане описывается в этих 30 главах достаточно большое количество материала. То есть это описание и нисхождение аюрведы и основных философских категорий аюрведы, учение о дошах, это лекарство использующееся для очистительных процедур, это описание образа жизни дина-чарьи, то есть ежедневного режима, это описание риту-чарьи, то есть режима, связанного с правильным поведением в различные сезоны, это глава о неподавлении и подавлении определенных потребностей тела, как профилактике заболеваний различных, это большое место уделено медицинской этике, четырем опорам лечения, качеством врача, диантологии, качеством помощника врача-лесиделки, лекарства, пациента, то есть правила общения врача-пациента, описание качеств, дош, их функций в нормальном и ненормальном состоянии, есть отдельные главы о промасливании, оснехании, как метод аюрведического лечения, есть главы посвященные пототерапии, сведания, есть главы посвященные слабительной терапии, есть главы посвященные определенным болезням даже, основным, и большое количество глав посвящено питанию, правильному питанию и также свойствам пищи, то есть пища вся делится на определенные группы, там зерновые, бобовые, молочные, кисломолочные, зеленые листовые овощи, мясные продукты, алкогольные и так далее, и так далее, все это подробно излагается с точки зрения аюрведической так называемой гравья-гуны или фармакологии, и также само учение о гравья-гуне, то есть о вкусах, шестивкусах, о такой характеристике, как мирья или особое свойство, о гунах, о свойстве пищи после переваривания випака, особых каких-то силах, какой-либо субстанции, прабхавы и так далее, и так далее, типы совместимости пищи, все это также описывается в сутра стхана. Следующая книга называется Недана стхана, Недана означает обязательная причина, то, что наделяет чем-то обязательно. Недана стхана это книга о патологии, состоит из восьми глав и описывает вкратце этиологию, то есть причинность развития заболеваний, некий патогенез, то есть путь развития заболевания и также клиническую картину основных заболеваний, основных восьми заболеваний. Это лихорадка, это склонность к кровотечениям, это сахарный диабет и болезни, сопровождающиеся мочи изнурением, другие кожные болезни, это эпилепсия, безумие, различные психические расстройства, истощающие болезни типа туберкулеза и так далее, и так далее. Все это подробно излагается в Недана стхане. Осложнения, прогноз и так далее. Вот третья книга Вимана стхана, она посвящена относительно небольшая, и она посвящена, там представлен такой материал, например, касающийся получения знания, то есть методологии познания, посвящена описанию каналов срод так называемых, посвящена, также описываются там типы огня пищеварения, то есть она такая достаточно смешанная, вообще Чарка-Самхита она несколько смешана, сама по себе нужен учитель, который бы направлял от одной головы к другой, чтобы была целостная картина, потому что некоторые сведения они разбросаны по всему тексту, это один из способов защиты от дурака, так называемый, когда необходимо все время отсылаться к другим частям текста, вот эта последовательность, она становится ясна только после изучения под руководством квалифицированных людей. Также известна Вимана Астхана тем, что она описывает обследование пациента и клятву, то есть проповедь учителя и клятву ученика, который начинает изучать Аюрведу. Четвертая книга называется Шарира Астхана, то есть имеющая отношение к телу. И Шарира Астхана, она посвящена анатомии, прежде всего, также она посвящена некоторым философским и метафизическим вопросам тонкого строения тела, описывается ум, например, чувства, объекты чувств и так далее с точки зрения философии. Также описываются некоторые духовные вопросы касательно освобождения от материальных страданий. И описывается большое место уделено эмбриологии, то есть развитие эмбриона, его рост, развитие определенных частей его тела в согласии с месяцем беременности, правильное проведение беременности, зачатие и так далее. Следующая книга называется Индрия Астхана. Индрия означает чувства. Индрия Астхана эта книга посвящена прогнозированию. Прогнозированию, то есть в ней приводится описание различных плохих прогностических обычно признаков. То есть например описывается изменение внешнего вида, изменение голоса, изменение органов чувств, описываются сны, тени, как изменяется тень человека и различные другие признаки, которые врачу необходимо знать для того, чтобы предугадывать смерть. То есть сколько осталось жить тому или иному пациенту. Потому что говорится, что врач, который не изучил сначала подробно пациента, потом берется за лечение, он теряет деньги, славу и саму жизнь. Поэтому обычно если пациент находится на грани смерти, то ему оказываются лишь некие методы, которые помогают ему уйти с миром, что называется. И врач обычно не берется лечить интенсивно пациентов, которые уже умрут. И описываются все эти признаки в этой главе. Следующая книга называется Чикица Стхана. И Чикица означает лечение. Чикица Стхана это книга посвященная лечению. Достаточно объемная, в 30 главах излагается уже способ лечения конкретных заболеваний. Если во второй книге излагалась этиология, причинность, путь развития болезни, как клинически проявляется, Чикица Стхана помимо дополнительных сведений по этим вопросам, также излагают уже непосредственно рецепты лекарственных средств, способ их изготовления, приема и так далее при различных заболеваниях, список которых уже более широкий, чем внедана стхана. Калпа и ситхи стхана посвящены уже непосредственно очистительным процедурам, то есть панча карме, способу изготовления лекарств в основном этим темам. Панча карма, то есть пяти очистительным действием, послабляющая терапия, рвотная терапия, кровопускание и так далее, и так далее, и так далее. Все это подробно со всеми правилами, показаниями, противопоказаниями, дозами лекарственных средств, которые используются. Все это подробно излагается в этих книгах. И вот эти 120 глав и составляют Чарак Самхиту. Очень важный и нужный текст для изучения. Следующий текст, который тоже широко известен и используется, называется Сушрута Самхита. Сушрута Самхита Сушрута это имя также автора, который предположительно составил этот текст. Шкориншру означает слушать, Сушру означает очень хорошо слушать, много слушать, или тот, о ком многие слышат. Сушрута таким образом это имя человека, который очень много слушал всего, то есть изучал, и тот, о котором слава идет по миру, то есть тот, кто широко известен. Сушрута личность такая полумифологическая, то есть под именем Сушрута описываются различные мудрецы в древних текстах, куранических, махабхарати и так далее. Вот опять же текст имеет несколько слоев, считается, что изначально Сушрута Самхита, которая существовала давным-давно, да, то есть также ставят сроки двух тысяч лет до нашей эры, вот она к сожалению сейчас недоступна и нам доступен вариант Сушрута Самхиты, который был отредактирован, дополнен ученым, который звали Нагарджуна. Опять же есть вопросы, кто такой Нагарджуна, потому что Нагарджуна было достаточно много, потому что на самом деле по имени судить в авторе это достаточно необъективно, потому что это то же самое, что было бы написано отредактировано Владимиром. Владимиров может быть достаточно много, и какой из этих Владимиров я отредактировал сложно сказать, но по внешним и внутренним свидетельствам все-таки принято считать, что Нагарджуна, который жил в 4-5 веках нашей эры, то есть современная редакция Сушрута Самхита она более новая, скажем, по времени, чем Чарака Самхита, поэтому ее рассматриваем вторым текстом, вторым по очереди. Вот, сама Сушрута Самхита она состоит уже состоит из шести книг, которые тоже называются «Стханы». Вот названия их, в общем-то, повторяют за исключением двух, «Вимана Стханы» и «Индрия Стханы» предыдущий текст, только шестая книга, которая считается более поздним дополнением и которую включил Нагарджуна, которая самая большая в 66 глав, называется «Утара Тантра». Все остальные названия уже нам знакомы. Что отличает Сушруту Самхиту, пожалуй, от других текстов, то, что все-таки главным и самым важным Сушруту Самхиту называют хирургию, так называемое щалье, один из восьми разделов аюрведы, аюрведической хирургии. И очень подробно описываются острые инструменты, использующиеся, тупые инструменты, определенные хирургические операции, описываются лечения ожогов, разные стадии ожогов, описываются различные операции по пересадке в том числе. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, все, что связано с хирургией, вскрытие абсцессов, хирургия, которая связана с глазами, то есть, больше десятка глав посвящено болезням глаз, болезням ушей, болезням ротовой полости, носа, и так далее, и так далее. И практически везде есть какое-то указание на хирургическое лечение проблемы. Но также сушитает не только хирургия, естественно. То есть, там также излагается терапевтический материал, особенно в суд Растхане достаточно объемное, там излагается учение, в том числе о юрведической фармакологии, дравья гуна, очень подробно. Также медицинская этика, поведение врача при царском дворе, и, в общем, нисхождение аюрведы, основные характеристики аюрведы. Весь базовый материал, который также есть и в Чарко-Санхите, в чем-то они отличаются немного, но основной материал достаточно сходен и дополняет друг друга. Вот Уттара-Тантра, она называется Уттара-Тантра, потому что она считается самой главной частью, Уттара означает высший или наивысший, она включается в лечение болезни, некое такое продолжение Чикиц-Астханы, то есть там как раз описывается лечение глазных болезней, патаракты и так далее. И многих других. Вот Акал-Пастхана в данном случае 8 глав посвящены токсикологии. Тоже уникальное в общем-то свойство. Суши-Санхиты, потому что в Чарко-Санхите описание одного из восьми разделов Аюрведы, лечения отравлений, так называемая Агада-Тантра, она описана достаточно кратко, то Суши-Санхитикал Пастхан очень подробно излагает различных ядовитых животных, их укусы, ядовитых змей, особенно классификации змей, ядовитых насекомых, развитие как раз патогенез отравления, клинику этих отравлений, прогноз и также способы лечения отравлений. Также укусы крыс, скорпионов и так далее, и так далее, и так далее. 8 глав посвящены полностью токсикологии. Следующий текст у нас называется Аштанга-Хридаян или Аштанга-Хридая Самхита, что можно перевести как сердце или суть восьми разделов Аюрведы. Так этот текст вобрал в себя все самое-самое важное из восьми разделов Аюрведы. Считается, что вся Аюрведа она изложена в восьми разделах. Это педиатрия Бала-Чикица, причем она включается элементы также к ушерству и гинекологии, подготовки к зачатию рождения ребенка, кормления грудью, лечения болезней молочных желез при кормлении и так далее. Это терапия Кая-Чикица или лечение огня пищеварения по большому счету лечения болезни, которая затрагивает все тело. Это лечение отравлений Дам-Штра Чикица Дам-Штра означает зуб или клык особенно ядовитых животных. Это Вриша-Чикица или улучшение репродуктивной способности и половой силы и рождение здорового потомства. Это Граха-Чикица или лечение одержимости избавления от каких-то духов которые с точки зрения Аюрведы могут вторгаться психику нарушать психику человека от Уртхва-Анга-Чикица то есть лечение болезни выше ключиц то есть лечение болезни головы, шеи то есть уши, нос глаза и так далее. И вот эти 8 разделов Аюрведы они описаны достаточно обширно в некоторых трактатах но вот о штангах и даем выбираются все-все самое главное из них Штанга Хридаям очень краткий текст очень лаконичный Ашта означает Ашта означает 8 Анга означает тело Хридаям означает сердце Автором его является мудрец Вакбхата Муни и датируется примерно 6 веком на Шейере считается что было два Вабхаты старше и младше Вабхата Старше Вабхата состояла штанга Самграха текст написан в основном в прозе с вкраплением поэтических стихов то Аштанга Хридаям она написана вся в стихах что позволяет их очень легко заучивать и тем самым хранить в своей памяти потому что как утверждает одна ведическая мудрость деньги в чужих руках армия не на поле битвы а в городе знание которое хранится только в книгах оно бесполезно поэтому обычно практика такова что приходилось заучивать эти тексты и в нужный момент вспоминать нужную шлоку и таким образом нужный стих и таким образом освежать в памяти содержание этих текстов Аштанга Хридаям так же как и Сушута Самхита состоит из шести книг названия их нам уже практически знакомы только Калпа и Сидхи Стхана объединены в одну книгу и Утара Стхана отличается от Утара Тантры названием ну смысл примерно тот же самый то есть считается что Сутара Стхана Аштанга Хридаям является лучшей Сутара Стхана из всех текстов она вкратце вбирает в себя описание первая глава Аюшкамия называется посвящена в краткой форме всей Аюрведе вторая глава посвящена Дина Чария посвящена режими дня поведению в течение суток третья глава Рту Чария посвящена поведению в течение различных сезонов четвертая глава называется профилактика болезни посвящена несдерживаемой потребности дальше идет главы посвященные пище Потом будет глава, посвященная Дошам И так далее, и так далее, и так далее Суд Растхан, изучив Суд Растхану Аштанга Хридаян Можно составить очень и очень большое Правильное мнение о самой Айурведе Поэтому, скажем, в южных счетах Индии Изучают как раз Аштанга Хридаян Следующий идет Шари Растхана Она в себя включает также анатомию И также там есть главы, посвященные прогнозированию То, что включалось в Индрия Аштхану Чарака Санхиты То есть это суждение о больном по вестнике заболевания То есть о человеке, который зовет врача О тени, о снах и так далее, и так далее Снявшихся пациенту, либо врачу Вот недавно Аштхана посвящена патологии Первая глава – это общая патология Описание основных этиологических моментов Различных заболеваний и частные патологии Чикица Аштхана глава, посвященная лечению Различные заболевания, которые собраны в разные группы Калпа ситхи стхана – это, опять же, очистительные процедуры И приготовление лекарств И у Тарастхана там есть главы, например, посвященные Вриша, Чикица или Ваджикарни То есть улучшение половых свойств Назначение афродизиаков И также главы, посвященные рождению ребенка и ухода за ребенком И так далее То есть также мы видим 120 глав Аштанга Хридаян Этот текст бы я рекомендовал для изучения Всем, кто хочет серьезно изучать Аюрведу Многие из вас, наверное, слушали лекции Михаила Альбертовича Субатялова и Андреевича Головину По Айурведа Радио тогда еще давным-давно Вот по первой и второй главе Аштанга Хридаян Надо продолжать изучать И тогда, я думаю, что есть доступные переводы Даже на английский язык Скоро выйдет на русский язык Вот, мы надеемся И в целом я бы очень рекомендовал Этот текст относительно не сложный Нет больших прозаических отрывков Нет философии особо В основном это очень практичные, лаконичные, простые тексты Касающиеся Айурведы И напоследок хотел бы Зацитировать вам один текст Интересный Который говорит о том, как правильно изучать Айурведу Вот он говорит, что Тем врачом Врачом является тот врач Который совершает свою врачебную деятельность Изучив тексты Шастрам Которые были объяснены Ему, учителям Гуру мукха Удгернам Удгернам означает дословно Отрыгнутые Удгара Это отрыжка Вот, то есть Удгернам означает Те, которые изошли из чрева учителя То есть, которые были им поняты Которые были им Рожеваны Осознанные И которые потом Он передает своим ученикам Как птица Которая вскармливается Из детенышей Гуру мукха Означает Из рта Учителя Ада Либо пройти Какие-то курсы И заниматься практикой Необходимо Постоянное Постоянное Изучение Этих самых Текстов Вот И даже говорится Что так же Как пища Яд Для тех У кого нет сварения Также Желание Чувственных наслаждений Яд Для тех У кого нет денег Также Отсутствие Изучения Текстов Постоянное Текст Ядом Для тех Кто Постоянно Его не изучает И говорится Что именно Такой врач Является Настоящим врачом А все остальные Являются Таскара Слово Таскара Значает Вор Слово Таскать Похоже Русское Есть То есть И в комментарии На этот текст Рассказывается Что такое Шастра В целом И рассказывается Почему Называют Ворами Потому что Воры Это те Кто воруют Деньги И воруют Здоровье Поэтому Врач Должен Постоянно Учиться Совершенствоваться В Чаракасамхите Говорится Что писание Вода И оружие Зависят От тех Людей Которые Держат Их В руках Поэтому Необходимо Врачу Постоянно Совершенствоваться Чтобы Допускать Ошибок Называться Тем врачом Который По-настоящему Дарует Другим Жизнь Чаракасамхита Говорит В Чикиц Истхане Что нет Дара Превыше Чем Дар Жизни Вот Таковы Три Основных Текста Юрведической Традикции Которые Называются Брихат Трайя Или Большая Тройка Я очень Сильно Надеюсь Что Этот Материал Вас Вдохновил На то Чтобы Заинтересоваться Этими Текстами Найти И Изучать И Также Хотел Всех Пригласить Что Если Все Будет Хорошо То В конце Октября Мы хотим Провести Такой Углубленный Семинар На тему Четыре Опоры Лечения Тема На мой взгляд Очень актуальная Чатушпада Чикица То есть Четыре Опоры Лечения Как мы уже Соберем Называли Это Врач Сиделка Пациент И Лекарство Каким Образом Мы разберем Шесть Классических Текстов Пять Классических Текстов Аштанга Хридаям Чарака Самхита Сушрута Самхита Шангадхара Самхита И Баопракаша Самхита Каким образом Они описывают Врача Его Качество Его Квалификацию Качество Которое Необходимо Развить Качество Сиделки Или помощника Врача Качество Лекарства Каким образом Какими качествами Должны Обладать Лекарства Чтобы их Можно было Использовать В лечении Какой должен быть пациент Каких пациентов Нужно Отвергнуть В лечении Кто такие Врачи Шарлатаны И так далее И так далее Вопросы Медицинской Этики Вот И есть Желание Сделать Такой Большой Трехчасовой Семинар Я думаю Что Веда Пульс Эдюкейшн Наши Дорогие Друзья Вот Они Расскажут Потом Поподробнее О каких-то Условиях Которые Необходимы Для участия В семинаре Будем Надеяться Что Семинар Состоится И вы Вопросов Может быть Были какие-то Вопросы Честно говоря Здесь У себя Не вижу В поле Есть ли Какие-то Вопросы Может быть Какие-то Такие Насущные Насущные Которые Я бы мог Попробовать Ответить Касательно Нашей Сегодняшней Темы Добрый День Да Иван Тоже Если Вопросов Касающихся Текстов Классических Нет То Можно Задать Какой-то Вопрос Близкий По теме Который Я мог Раскрыть За Короткий Промежуток Времени Или По крайней Мере Отправить Вас Какому-то Источнику Где вы Могли Об этом Поподробнее Посмотреть Пока Видимо Пишется Вопрос Вот Вижу Что География Слушатель Достаточно Большая Это Очень Здорово Вижу Даже Некоторые Знакомые Имена Как Можно Объективно Относиться В диагностике Вопрос Там Ограничение Количества Знаков Есть Поэтому Вопрос 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 То есть Как Можно Объективно Относиться К Диагностике Варейд Например По Пульсу Если Этот Параметр Очень Вариабельный Пульсовая Диагностика Это Такая Достаточно Большая Тема Но Если Отвечать С точки Зрения Текстов Классических То Пульсовая Диагностика Я ее изучал Как она описана В Шармгадхаре Самхите Баба Пракаши Самхите Вот в этих Текстах Которые Относятся К малой Трилогии Там Используется Достаточно Небольшое Количество Характеристик Пульса В целом Частотные Какие-то Характеристики Его Качественные Исчезновения Пульса Например Свидетельствующие О смерти И другие В этой Вариабельности В общем-то И кроется Соль Какого-то Конкретного Состояния То есть Врач должен Использовать Все пять Органов чувств Вот Поэтому Пульсовая Диагностика Является Дополняющей То есть Мы в баштангах Редаям В чарах Самхите И Сушрут Самхите Можем лишь Косвенно Находить Упоминание О пульсе Как о таковом Естественно Это было Связано Прежде всего С тем Что Пульсовая Диагностика Пришла к нам В Аюрведу Из Арабских Стран В том числе Есть определенный Запрет На Разработанный В Древнем Китае Где также Был запрет На Вскрытие Трупов Вот И в арабских Странах Где был запрет На Мужчины Как бы Так как врачи В основном Мужчины Нужно Обследовать Женщин Нужен Был какой-то Метод Объективный Наружный Который Был бы Позволил Изучать Качество Поэтому Скажем В арабской Медицине Этот метод Скажем Уибинсина Того же Подробно Описан В аюрведе Описывается Прашна Дарщина И спарша То есть Это внешний Осмотр Очень внимательный Вот Света кожи Упитанности Пропорции Суставов Тип Как бы Внешнего Типа Конституции Принес Клонности К заболеваниям Это подробный Опрос Касающийся Образа жизни Жалоб Истории Развития Заболевания И Соответственно Спарша То есть Прикосновение Это пальпация То есть Изучение Функции Кожи Изучение Температурных Характеристик Эластичности Влажности То есть В общем Все те методы Которые используются И по сей день И использовались В классической Медицине Научной Европейской И только При условии Всех этих методов Можно было Ставить Какой-то Диагноз И назначать Какое-то Лечение Таксушута Например Описывает Использование Пяти органов Чувств Вкус Например Для определения Допустим Сахара в моче Зрения Слуха Всяких Звуковых Явлений Например Крепитация Костей При переломах И так далее И так далее Поэтому Пульсовая Диагностика Является Вспомогательной Большому счету Вот Поэтому Никаких проблем Здесь нет С вариабельностью То есть Необходимо Просто полностью Изучить Пациента Его жалобы Состояние Объективное И Пульс Он может быть В помощь Вот Таким образом Нет никаких Противоречий В этом Вот То есть Я бы сказал Что Помимо пульса Надо изучать Полностью Пациента И Вопрос От Нурлана Есть ли Материал На русском языке Медицинская Сумерная Хирургия Аюрведы На русском языке К сожалению Я пока не встречал И вообще Современная Научная Медицина Грешит Тем Что Не интересуется Источниками Вот Есть Материалы На английском На хинди Где изображены Все эти инструменты Где они подробно описаны В изданиях Сушуца Амхиты В электронных Мне кажется Даже Вот в издании Которое доступно В интернете Трехтомник Врача Которого звали Бешаградный Перевод Сушуца Амхиты Там Мне кажется Есть Изображение Этих инструментов Вот То есть На английском И хинди Можно найти На русском Пока Пока нет Операции Описаны В текстах Есть перевод Сушуца На английский Там Они Подробно Изложены Вот Ну что же Как смог Ответил На вопросы Вот Нина Есть ли у вас Может быть Какие-то Объявления Спасибо Ксения Владимир Я так понимаю Что вопросов Наших участников Больше нет По крайней мере На данный момент Я вас Очень благодарю За Столь интересное Заметие Вот Наши участники Ко мне Видимо Присоединяются Дорогие друзья Ссылочку Я вам сейчас Еще раз Продублирую Потому что Как Владимир Сказал Действительно Будет Очень интересное Принятие Трехчасовое У него Обратите внимание Это будет Бесплатное Мероприятие Не сильно Высокотемное Но все-таки Бесплатное Потому что Знание Нужно тоже Сохранять Но как Показывает практика Что бесплатное Почему-то Знание Мы не используем Значит Скидки Ограничены По времени Поэтому Ссылочку Внимательно Посмотрите Мы вас Очень ждем Значит Напоминаю Что у нас На следующей неделе Пройдет Еще несколько Семинаров И Вебинаров Поэтому Пожалуйста Соединяйтесь Те Кто меня не слышит Обязательно Услышат В записи Значит Спасибо вам большое Что вы были с нами Пожалуйста Пишите Звоните Я всегда на связи Со всеми тогда прощаюсь Надеюсь мы снова с вами Услышимся Увидимся Всем всего Самого наилучшего Продолжение следует... Субтитры